В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваренко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В ближайшее время в Ленинском округе станет на две школы больше. Этот блок начальных классов, там почти на 300 человек, это конечно очень большое, очень сильно разгрузит учебное заведение. Более пяти километров ограждения установили на дорогах муниципалитета. На зеленом шоссе у нас частенько случались дорожно-транспортные происшествия с участием грузовиков. Искали всем миром. Золотистый ретривер Лева снова дома. Я увидела, познакомилась очень много с большим количеством хороших, отзывчивых людей. В ближайшее время в Ленинском округе станет на две школы больше. Учебные заведения шаговой доступности появятся в микрорайоне Пригород-Лесной и в селе Молоково. Готовность объектов проверит глава муниципалитета Алексей Спаский. О ситуации на сегодняшний день узнаем у Юлии Погосьян. Большая современная с внушительной территорией школа в микрорайоне Пригород-Лесной готова встретить учеников. 1 сентября на этой площадке соберутся сотни детей. А пока строители заканчивают последние приготовления, чтобы учебное заведение было максимально комфортным. В ней два спортивных зала. Один большой, один малый. Также есть помещение для занятий танцами, если говорить про спорт и досуг. Также у нас есть электронная библиотека, где можно прийти детям и почитать в электронном формате почти обширную библиотеку. Соответственно, также, безусловно, большой актовый зал и очень классная столовая. Также на территории находится уличная спортивная зона с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, беговыми дорожками. Общеобразовательная школа номер два в деревне Мисайлова рассчитана на более чем тысячу мест. Сейчас застройщик передает ее в собственность администрации Ленинского городского округа. Для того, чтобы лично убедиться в готовности объекта, учреждение посетил глава муниципалитета Алексей Спаский. Спасибо большое. Спасибо большое, да. Еще один объект, который проверил глава, пока находится в стадии строительства. Это пристройка к Молоковской школе, где образование будут получать ученики младших классов. Та школа большая, которая водится в пригороде лесную, она, во-первых, раздвучит существующую, первую Мисайловскую школу. И практически в моменте мы приходим к нормативному наполнению. То есть школа на 1100, туда будет ходить порядка 1100-1200 ребят. Ну и плюс, для того, чтобы отсюда, с Новомолокова, с Молокова, с села, дети никуда не ездили, этот блок начальных классов, там почти на 300 человек, это, конечно, очень большое, очень сильно разгрузит учебное заведение. В начальной Молоковской школе будет свой спортивный и актовые залы, пищеблок, просторные классы, оснащенные современным оборудованием. По поручению главы, сейчас самое основное надо будет сделать, вести школу до 31 декабря 2023 года. Ну и сейчас мы все силы направляем на это. Всего в этом году в Ленинском городском округе в эксплуатацию планируется вести 4 школы и 8 детских садов. Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видно этого. В муниципалитете продолжается планомерное улучшение дорожной инфраструктуры. На днях на нескольких дорогах регионального значения закончили установку более 5 километров новых металлических барьерных ограждений. Эти элементы, значительно повышающие безопасность, появились на дорогах вблизи поселка Развилка, деревни Картино и недалеко от горок Ленинских на Зеленом шоссе. На Зеленом шоссе у нас частенько случались дорожно-транспортные происшествия с участием грузовиков. Поэтому было принято решение, чтобы установить это металлическое барьерное ограждение. В Развилке установлено данное металлическое барьерное ограждение для предотвращения выхода пешеходов на дорогу и ограничения на опасных поворотах. Также в Корубу установили. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в Московской области обустроили 34 километра металлических барьерных ограждений, более чем на 100 дорогах. 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. В нашей студии руководитель Центра медицинской профилактики Видновской районной клинической больницы Зарема Тен. И мы поговорим о здоровье печени. Зарема Марвина, здравствуйте. Здравствуйте. Гепатит. Насколько это сейчас распространенное заболевание? В настоящий момент достаточно распространенное. Приближается по своей статистике очень близко к туберкулезу. Пути передачи много, поэтому люди заболевают. Какие есть пути передачи? Ну, что мы называем гепатитом? Гепатит – это любое воспалительное заболевание печени. Оно может быть вызвано как вирусом, так и неправильным образом жизни, злоупотреблением алкоголем, наркотическими средствами, возможно, какие-то неправильные приемы лекарственных препаратов. Вот в целом, если мы говорим о вирусной передаче, то это гепатит А, допустим, он передается элементарным путем. Он встречается гораздо реже и чаще по всему миру. Это в странах третьего мира. Если мы говорим, что наиболее развито – это гепатит В, С, Д, Е, Ф, это гепатиты, передающиеся при контакте именно с кровью, допустим, от матери к ребенку, при беспорядочных половых связях, незащищенный половой акт. Либо это могут быть некачественно обработанные инструменты в стоматологии, в косметологических салонах, либо неправильно продезинфицированные, либо использованные одноразовые шприцы. Известно, что печень не болит и никак не проявляет себя. Как человеку заподозрить, что что-то неладное происходит? Это действительно так. Печень начинает болеть только в том случае, если она уже увеличена в размерах, когда нарушена структура ее оболочки. Либо в том случае, если, допустим, она уже обросла жировой тканью, так называемая в простонародье жировая печень. Это наблюдается у пациентов с лишней массой тела, у пациентов, которые ведут неправильный образ жизни, неправильное питание, когда у них уже печень покрывается, и некоторые ее клетки замещаются жировой тканью. Вот это мы называем жировым гипотозом, и это может вызывать дискомфорт, неприятные ощущения в правом подреберье, после питания, после приема в пищу. И пациент, первично обращаясь к доктору, он именно говорит, что что-то беспокоит в правом паку. И это заставляет уже доктора, соответственно, задуматься. Проводится дополнительная диагностика, биохимические анализы крови, ультразвуковое исследование. При необходимости данный пациент, если выявляется патология, это направляется на консультацию к гастроэнтерологу, потому что печень – это тот орган, который, как правило, лечит либо терапевт, врач общей практики, гастроэнтеролог, но в более тяжелых случаях, когда нужна узкая направленность, гипотолог. Вот бытует такое мнение, что печень – это тот уникальный орган, который хорошо самовосстанавливается, а главное не мешать его работе. Но тем не менее, что мы можем сделать для здоровья своей печени? Абсолютно согласна. Это действительно так. Печень способна регенерировать. И действительно, если ей не мешать. То есть факторами, которые влияют на плохую работу печени, является малоподвижный образ жизни, который приводит, в свою очередь, к ожирению, а это приводит, как я уже ранее сказала, к жировому гипотозу. Неправильное питание, то есть когда печень не может в достаточном количестве вырабатывать желчь. Нерегулярные приемы пищи, либо наоборот, очень частые приемы пищи с перекусами, использование в пищу термически грубо обработанной пищи, либо большое количество жирной пищи. А также алкоголь – это вообще отдельная история, потому что на что, в принципе, направлена функция печени? Она проявляет дезинтоксикацию всего того, что мы с вами употребили. Тот же алкоголь, как я уже говорила ранее, медицинские препараты. Мы уже обсуждали неоднократно, что многие пациенты склонны к тому, чтобы самостоятельно назначать себе препараты, в особенности антибиотики, а печень как раз-таки выполняет дезинтоксикацию нашего организма и перерабатывает вот эти вот антибиотики, парацетамол, который служит жаропонижающим средством, и даже те же безобидные БАДы, которые принимают в больших количествах многие пациенты, даже они проходят дезинтоксикационную свою составляющую в печени. То есть с БАДами осторожно их должен назначать только врач? Конечно. Я не перестаю повторять всем пациентам на приеме, во время профилактических консультаций, что даже простой БАД, даже травяная добавка или растительная добавка, фруктовая, неважно, что бы это ни было, это должен назначать только доктор после консультации. Потому что для кого-то это может быть полезным, а кому-то это может быть непереносимый препарат, вызывающий индивидуальную непереносимость. Ну, тяжело переносящийся. Зарима Амаровна, и ваши такие топ-3 совета для здоровой печени? Топ-3 совета – это обязательно соблюдать режим питания, питаться разнообразно, не нарушать режим, то есть обязательно 3 раза в день прием пищи, небольшие перекусы, следить за термической обработкой пищи, не злоупотреблять слишком жирным, не злоупотреблять слишком пряным, жареным. Это что касается еды. Ну, конечно же, физическая нагрузка, чтобы избежать осложнений со стороны печени. Ну, и, наверное, профилактика все-таки, именно иммунопрофилактика, потому что на данный момент существует вакцина против гепатита B, это реальная защита, то есть она вас подстраховывает от того, что вы, не дай бог, заразитесь, возможно, в маникюрном салоне или при походе к стоматологу. Это вот защита. Ее можно сделать в любом возрасте? Конечно. Делается она в любом возрасте, начиная с рождения. Первую вакцину, как правило, детки получают уже в роддоме. Далее мама приходит на прием к педиатру. Она делается в первый день, через месяц и через шесть месяцев. То же самое это касается взрослых людей. Они могут в любое время прийти, сделать прививку. Она будет действовать в течение пяти лет. Заримана Ивановна, спасибо за интересную беседу. А я напомню, что о здоровье печени мы говорили с руководителем Центра медицинской профилактики в Видновской районе и клинической больнице Зарема-Тен. К другим новостям. Недавно мы рассказывали о потерявшемся золотистом ретривере Леве. Тогда любимца искала вся семья. Активно помогали волонтеры. Репортажи вышли на телеканале «Видное ТВ» и в газете «Видновские вести». И чудо случилось. Лева нашелся и вернулся домой. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Верный друг, любимец семьи и помощник нейропсихолога Ольги Афониной, золотистый ретривер Лева, пропал 29 мая. Как потом выяснилось, убежал через дыру в заборе на заднем дворе. Больше полутора месяцев собаку искали по всему Подмосковью и даже в Москве. Мы начали здесь, с леса, потом с Уханова, потом ЖК «Государев дом». Присоединились люди, которые профессионально занимаются поисками. Был сигнал как-то с Боровского шоссе, с Внукова. Мы поехали, я поехала, муж туда с работы на такси. И мы там ночью искали по этому Боровскому шоссе. А потом на следующий день во Внуково было. Волонтеры создали группу поиска. Вместе с Ольгой прочесывали местность и расклеивали листовки. По социальным сетям ходили фотографии пропавшей собаки. Нашелся Лева спустя 48 дней. Сотрудница ветеринарной клиники опознала в одном из животных на приеме пропавшего любимца Афонинах. Я с ней созвонилась. Она, конечно, сказала, я не могу дать информацию, потому что это неизвестно, да, чья собака. Вот, наша, не наша, информация конфиденциальная. Говорит, я напишу им на почту. И я тогда скидываю, говорю, отправьте, пожалуйста, вот это по новостям, то, что было, и в газете информацию. Через несколько часов Ольге перезвонил Дмитрий. Именно он вместе с женой заметил одиноко бегающую по лесу домашнюю собаку. Решил забрать с собой, пока хозяева не найдутся. Когда он сказал, что на фотографии моя жена, это мы его нашли, я поняла, что тут уже можно не проверять, можно клеймо не смотреть, что это точно он. Просили, можно мы с ним еще денек побудем. У меня, говорит, жена плачет, папе, говорит, еще даже не говорили, он сейчас с Лёвой там на даче с ним. Дмитрий с женой приехали, как и обещали, через несколько дней. Но поначалу без Лёвы. Хотели убедиться, что отдают собаку ответственным людям. Когда же, наконец, его привезли и семья воссоединилась, счастью не было предела. Лёва! Лёва, это ты! Лёва! 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 Привет, привет! Привет, привет! Ну и когда узнала, что все-таки... Какие у тебя чувства были? Я была очень рада, что он нашелся. Оказалось, нашедшая Лёву семейная пара, коллеги Ольги тоже психологи. Они быстро нашли общий язык и договорились приезжать друг к другу в гости. А еще рассказали, что после своего путешествия по лесу Лёва серьезно заболел. Его укусил клещ, зараженный пироплазмозом. Но новые хозяева его вылечили. Во-первых, я увидела, познакомилась очень много с большим количеством хороших, отзывчивых людей. Я поняла, что мы можем объединяться. Очень много задала себе вопрос, почему, для чего, что это за ситуация, чему она меня учит. Очень много научила, так же, как и люди, которые нашли его. Они говорят, это была просто такая трансформационная история для всех, для нас. И мы тоже очень много поняли. Теперь у Лёвы есть и вторая кличка – мех, на которую он также откликается. А еще любимая игрушка, которую подарили ему Дмитрий с женой. С ней он практически не расстается и наверняка ждет новых встреч со своими спасителями. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. И в конце выпуска расскажем о том, где можно интересно провести выходные. В субботу, 29 июля, поселок Володарского отмечает день рождения. Васильковая суббота. Наш июльский разгуляй традиционно приглашает на большой праздник жителей и гостей поселка. С полудня до позднего вечера будут проходить различные мероприятия. Не пропустите возможность всей семьей провести интересное время. В субботу же для малышей состоится игровая программа «Мы команда». В пятнадцать часов в микрорайоне Купиленко, центральный квартал у дома номер один. И в семнадцать часов в центральный квартал у дома номер четыре. В игры «Всем двором» можно будет поиграть в семнадцать тридцать в Молоково у дома номер шесть на Солнечном бульваре. И еще одна программа для самых маленьких жителей в поселке Измайлово у дома номер три. «Веселое приключение» – так назвали мероприятия организаторы. Синоптики обещают, что уже в субботу дожди закончатся, поэтому желаем вам провести выходные на свежем воздухе и максимально активно. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!